А вы когда-нибудь пробовали хей из толстолобика? Это блюдо можно приготовить из любой другой рыбы, которая вам больше нравится. Рецептов очень много. Я предлагаю вам рецепт, который я буду готовить именно из толстолобика. Вот у меня такие вот толстолобики. По весу где-то это 2-300. Первым делом нам нужно почистить рыбу. В этом рецепте мы будем использовать только филе толстолобика. Мы осторожно отделяем филе от хребта. Вот посмотрите, я уже разделала всю рыбу. Вот получилось у меня вот такое вот филе. Вот эти кости мы все уберем сейчас. Вот он хребет, посмотрите, который остался. Не выбрасывайте. Из головы и хребта можно будет приготовить уху. Кожу с рыбы снимают по желанию, но я бы вам посоветовала ее все-таки снять. Вам намного удобнее будет есть рыбу без этой кожи. Если у вас вдруг не получается так, как делают это профессионалы, снимают кожу, я вам предлагаю попробовать вот так вот, как я руками. Я слегонца снизу подрезала и потихонечку вот так вот руками снимаю. Она прекрасно снимается. Посмотрите. Вот такое вот у меня получилось филе. Оно уже без костей. Нарезать вы можете произвольно, так как вам будет удобно кушать. Я разрежу примерно пополам, чтобы наши куски были не слишком длинные. Куски нужно нарезать поперек, не вдоль. Примерно чуть-чуть больше сантиметра. Этого будет достаточно. Слишком тонкие не нужно. Нарезанное филе мы выкладываем в миску. У меня получилось примерно 850 грамм. Я буду использовать уксусную эссенцию 70%. Уксусной эссенции я добавлю 2 неполные столовые ложки. Тщательно перемешаем и оставим минут на 10. Почему чаще используют уксусную эссенцию, а не уксус? Да потому что уксуса нужно будет налить очень много. А лишняя влага нам не нужна. Рыба и так хорошо даст сок. Посмотрите, прошло всего немного времени, и наша рыба уже слегка побелела. Это говорит о том, что уксусная эссенция уже начала работать. Нам понадобится 2 крупных луковицы. Слишком тонко нарезать не надо. В процессе перемешивания, если тонко нарежете лук, он просто у вас расползется. А нам этого не надо. Отправляем весь нарезанный лук к нашей рыбе и тщательно перемешиваем. Добавляем соль и сахар. Соли у меня 1 столовая ложка, неполная, без горки. А сахара всего лишь 1,5 чайной ложки. Много сахара не надо, потому что рыба у нас речная, она и так немного сладкая. Тщательно перемешиваем и оставляем на полчаса, чтобы наша соль успела немного раствориться. Может, нам придется еще добавить немного соли. Нужно всегда пробовать. Пробовать это не значит, что нужно взять один кусочек рыбы и скушать. Нет. Нужно или пальчик опустить, или хотя бы ложку немного облизать, чтобы вы поняли, вдруг действительно не хватает соли. Добавлю немного специй. Это сушеный чеснок, но можно использовать свежий. Кориандр, черный перец молотый, сушеный укроп и петрушка. И несколько горошин у меня черного перца и кориандра. Несколько горошинок. Все отправляем в нашу рыбу и тщательно перемешиваем. Еще добавлю паприки, но паприка у меня острая, не сладкая. Прошло минут 40. Посмотрите, сколько рыбы уже дала сока. Сейчас я еще немного опробую на соль, на сахар. Может, нужно добавить. Только добавляем чуть-чуть. Ставлю легкий гнет. Небольшой я поставлю литровую баночку всего лишь сверху. И отправляем в прохладное место. Можно в холодильник. Я отправлю часов на 12. Ну вот, наступил следующий день. Прошло уже примерно где-то 12 часов. Посмотрите, сколько сока. Я половину отолью. Столько сока нам не надо. Тщательно перемешиваю. Пробуем на соль, на сахар. Может, не хватает уксуса. Уже не обязательно лить уксус. Но инсенсию можно сбрызнуть просто слегка уксусом, так как вам больше понравится по вкусу. Добавлю кориандр и черный молотый перец. Вот после того, как я добавила эти две специи, у рыбы появились совсем другие нотки. Она стала еще вкуснее. Попробовали на соль, на сахар. Добавляем постное масло. Где-то 3-4 столовых ложки. Этого будет вполне достаточно. И все. Наша рыба хе готова. Попробуйте приготовить хотя бы один раз, чтобы убедиться, насколько это вкусная рыба получается. Приятного вам аппетита! И спасибо за то, что досмотрели мой ролик до конца.